Я очень надеюсь, что расширение Колдышевского шоссе поможет, чтобы было. Реально не хватает хорошей зелени. Я в такой детский сад ходил. Кстати, в детских садиках кормят вкусно. А здесь что у нас? Есть ли жизнь вьянина? Ну, это редкость, на самом деле. Управляющая компания молодец. Голландский квартал. И 4-5 квартир на площадке, а не 11-15. Это все для галочки, чтобы сдать. Отсюда же брызги летят. Ну, тоже, да. Ну, как-то так. Не впечатляет. А, ну, у нас тут склад мусора и скамеечка, чтобы посидеть. Это выглядит, как какое-то временное решение. Но вот самое интересное вот здесь. Ну, здесь уже видно, да, здесь какой-то мусор. Вот это влага, да. Управляющая компания здесь. А там эти окна не открываются. Хотя, в принципе, могли вообще не заморачиваться. Ну, естественно, как же без вот этого? Сим-сим, откройся. Вот это очень круто. Колпачки забыли снять. Вот тот двор, он лучше смотрится. Знаете, как в японских домах, там надо наклониться. Потому что я просто очень сам хотел здесь купить квартиру. Очень уютно здесь, друзья. Свои терраски. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Янина. И сегодня посмотрим Янила Country Club. А вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Янила Country Club. Голландский квартал. Смотрится красиво. Малоэтажные дома по сравнению с остальным Янина. Красиво выполнена отделка первого этажа. Видите, чем туда глубже, тем, соответственно, меньше высота зданий. Большие деревья. Газон. Цоколи отсыпали камушком. Ну, конечно, было немножечко правнее разровняться, что здесь видно, что немножко не хватило. Кустики, нормальное ограждающее, нормальный забор, уютные дворы, белые пятна на фасаде. Свои терраски у жителей первого этажа, не у всех, у некоторых смотрятся красиво. Увеличенные окна, больше света. Мне нравится, что есть балконы. У нас не так много тепла, поэтому балкон – это круто. Большое количество автомобилей. Очень уютно здесь, друзья. Это не многоэтажки. Друзья, это Александра, житель прекрасного жилого комплекса малоэтажного Янила Кантри Клаб, который нам проведет сегодня экскурсию, и расскажет про все минусы и плюсы жизни в кантри. Пойдемте. Не совсем так. У меня отец живет в соседней очереди, а я просто очень сам хотел здесь купить квартиру, но у меня не сложилось. Но я сюда часто приезжал и все это дело рассматривал. У меня, если что, входа в подъезды нет, но я думаю, что есть вход на территорию, но не в подъезды. Я думаю, что в подъезд мы просто подождем, когда кто-нибудь зайдет. Я обычно такие делаю, когда прихожу. Внутрь я заходил, да. Вот здесь очень красиво, здесь уютно. Во-первых, саму Янина от ЛСТ, что они застроили дома, очень красиво по мне смотрится. По сравнению с тем, что есть пик, тоже неплохо смотрится, но пик – это высотка. Им там, если не ошибаюсь, они что-то должны сделать городу, поэтому разрешили не 12 этажей максимум строить, а намного выше. Но вот пока кроме домов мы там больше ничего не видим. И уже жители там жалуются на квартиры с плесенью, что были затоплены… Знаете, если здесь убрать на номера наших автомобилей таблички русские, то я бы не подумал, что мы, честно говоря, в России, потому что смотрятся очень красиво. Красиво подобраны краски фасадов, большие балконы с холодным остеклением. Где-то видны кивы, вот они, отверстия в стенах. Почему странно, что где-то наверху есть, и тот частично. Но так как это все ровно, понимаю, что это от застройщика. Пойдемте, со двора начнем. Ну вот, кстати, открыто. Ну тут два квартальчика, один три дома и второй три дома, они разделены таким проездом. А надо и тот, и тот посмотреть, да. И парковочка тоже относится к ним. Уходная группа красиво, очень сделана. Семь этажей, с 58 по 62 квартиру, ну, минимум квартир. Все в уровень землей. Тоже любят первый этаж наверху написать. А я вот не понимаю, да, в чем прикол, почему надо первый этаж сверху писать. Может, то, что сверху вниз, мы и слева-права всегда все делаем. Но по мне нужно первый этаж внизу убить, а седьмой наверху. У дизайнера была такая ловенькая. Ну, да. Отлично. Ему и дни. Здесь большая плитка. Устики есть. С травой все понятно, она позеленеет чуть позже. Нравится, что здесь отсыпка из гравия. Ну, вот местами видно, что чуть-чуть сэкономили, не досыпали. Либо немножко подровнять нужно. Смотрелось бы, конечно, получше. Здесь еще из нюансов. Вот заходишь, и можно удариться головой. То есть здесь надо хотя бы какое-то предупреждение было написать. А по логике, конечно, нужно было, чтобы кусок трубы просто здесь отрезали. Ее просто не было, да? Не обращал внимание. Ну, да. Надо наклониться. Знаете, как в японских домах. Там надо наклониться. Наклониться, чтобы зайти. Ну, здесь для детей побегать. А позагорать на такие же условия. По-моему, это особенность именно этих ворот. Потому что здесь как бы ворота для экстренных служб. А в других местах там калитки, по-моему, по-моему. Но мы проверим. Ну, вот здесь тоже, да, для экстренных служб. Что они сделали? То есть она должна, по идее, как-то открываться. Здесь сидит вот прямо в этом здании диспетчерская у них. То есть если им кто-то звонит, они прямо могут выбежать. Выбегает и вот это перекусывает. Перекусывает. Все эти гамак есть. Двор небольшой, но приятный. Все культурно. Все в порядке. Летом вообще шакарно будет выглядеть. Вот тут круто. Вообще мы нарисовали елочку. К Новому году люди готовились. Смотрится реально красиво. Вот эти ограждающие конструкции балконов тоже смотрятся красиво. Здесь немножко все-таки дома давят. Они невысокие, но за счет того, что двор маленький, вот тот двор, он лучше смотрится. Просто соотношение такое. То есть эти дома приходится задирать головы. Темноват немножко. Ну, тоже террасы у людей есть. Мелочи, но приятно. Выйти летом во двор и смотреть, как твои дети здесь бегают. Электрический мангал можно подключить. В шахматы в шашки поиграть. В Чапаево. Ну, тут детская площадка. Не пойдем ближе, чтобы людей не смущать. Симпатично смотрится. Пойдемте в подъезд. Они как раз заходят. Нет. Не работает? Нет, ну там должен быть какой-то, я так понимаю, сопранный манглит. Нет, нет, поймите. Вот все, работает. Вот, потому что вот тут вот внизу. А, тут с магнитом сделано. Ну, все равно, все равно это удобно. Да? Даже если с магнитом. Хотя, в принципе, доводчик такой же. А, нет, не такой же. Это не доводчик, это просто ползунок. Ну да, так как они здесь, видно, магнит сделали, поэтому смысл такой дорогой доводчик ставить. Из плюсов, вот это, на самом деле, скандинавская фишка. Когда ты из холода, из мороза минус 30 заходишь вот сюда, здесь уже тепло, спокойно можно вытащить ключи. Но вот странно, что у них здесь нет скамеечка, как это обычно. И, соответственно, поднести брелок и пройти. Заходим. Все в уровень с землей. Сразу знаю, где колясочная. Проходные, получается, подъезды. Почтовые ящики заподлицо. Такие, кстати, ничего с ним. Здесь перфорация, тут радиатор отопления. А, вот здесь у них полочки. То есть, то ли для книжек, то ли для чего. Твой тут выключатель упер. Или не смонтировал. Коммуникация, что-то не закрывается до конца. Вот здесь, на самом деле, порядок у них. Все по одному листочку. Смотрится красиво этот стенд от управляющей компании. Слушайте писк какой-то. Это обувь у меня. А, это обувь. Я понял, я думал, что же такое. Так, что у нас тут? Тут, скорее всего, коллекторная, квартиры. Колпачки забыли снять от управляющей компании. Я и хотела бы это сделать. У нас задача прошла. Мы уже полгода, да. О, коляска дикси. Ну, тоже заходим. Сразу этажность. Восемь этажей. Где какая? Квартира. Лифт. Подсветочка. Слушайте. Вот, блин. Вот это очень круто. С трафарацией смотрится. Реально классно, да? Я даже такого нигде не видел. Я тоже такого не видел, да. Давайте вызовем лифт и поднимемся на самый верх. На первом этаже, по крайней мере, есть указатель на каком этаже лифт. Вот здесь видно, что-то текло когда-то. Ну, вот здесь, по крайней мере, на второй этаж лестничный марш смотрится классно. Здесь в плитке нормальная граждающая конструкция. Ну, вот это, конечно, очень красивенько сделали. Необычно. Ну, да. Восемь этажей. Быстро лифт приехал. Кстати, дверь очень широкая, но, к сожалению, лифт расположен вот так. Заходим, поедем на самый шестой этаж. Лифты ELM. Громадное зеркало. Большое зеркало, да, видеокамера, освещение. На полу это плитка. Нормальный такой лифт, нормальная отделка, ничего такого. Плитка, плитка. Едет, кстати, нормально, тихо, ничего не скрипит, не гремит. Сим-сим, откройся. Выходим. О, слушайте, сразу прикольно. Восьмой этаж, где какие квартиры, налево-направо туда проходить. Ну, естественно, как же без вот этого огромного замка. Знаете, у меня такое ощущение, что там оборудование воруют. Я не знаю, для чего вот это уродство, когда есть вот это. Мне, честно, непонятно. Ну, к этому теоретически можно подобрать, да? Там есть какой-то мастер штук. Нет, почему? Мне, например, застройщик выдавал вот этот ключ всем нам. Потому что мы, когда показания сдаем, чтобы открывали шкафы. Здесь, кстати, тоже самое. Такой же металл с перфорацией, но не показывает лифт, на каком этаже находится. Он здесь просто кнопка вызывает. Сразу пойдемте наверх. Тут лестничный марш уже обычный. С бетонного завода. Ну, кстати, нормально. Практически все они там отмыли. Немножечко красочки. Поднимаемся наверх. Здесь мы видим плитку. Перевод такие массивные. Кстати, вот здесь, если посмотреть, то они как-то очень-то красивенько окрасили. То есть не сплошной, даже вот здесь, да? Хотя, в принципе, могли вообще не заморачиваться. Многих застройщиков наверх поднимаешься, и там ничего вообще не сделано. Ровные стены. Поднимаемся. Ну, и здесь тоже. Ну, тут немножечко порядка. Что-то вот здесь подходило. Видно, да? Ржавчина. То ли подтекало, и гофра уползла. А так все прилично. Видите? Дверь даже закрыта. Ну, что, молодцы. Здесь даже все нормально смотрится. Не как это обычно бывает. Вон там новую очередь строится. Слушайте, ну вот это да, малоэтажная такая, поинтересней. 68 этажей вроде. Школы здесь рядом. Кстати, вдалеке этот детский садик вообще классный. Очень красиво смотрится. Впереди тоже стройка. Ну, в общем, все поляки застроят. Хотя бы не видел, что в этот детский садик кто-то заходил. Ну, не знаю. Может, просто я не посмотрел. Может, еще его не сдали, я не знаю. Он уже… Функционирует? Ну, по крайней мере, полностью достроили, все убрали. Да, внутри там еще должно быть все наполнение тоже. Ну, вот с высоты можно оценить двор. Ну, компактное, я бы сказал, что компактное, да, то есть он не огромный какой-то, но по мне достаточно все прилично. Цвета, кстати, красиво сделаны. Этот цвет красиво смотрится. Необычная стеклянная дверь. Да, да, да. Вот обычно, что приходишь во всех новостройках… А, ну, здесь тоже вот магнитный получается. Обычно эти двери, они… Металлические, да. Либо вообще ничего не будет, либо металл. Ну, полностью металлические и вот такая абразурочка, да. Здесь огромное остекление, то есть сразу все видно. Они еще закрываются, по идее. Ну, на ключ, если есть. Двери тут разного цвета, красные. А, это все, это для коллектора. Технические какие-то. Раз, два, три, четыре, пять квартир на площадке. Штарно. И что вот здесь круто, просто широченный коридор. Без всяких сужений, там, труб, колонн. Ну, вот с этим, конечно… О, свет сработал. Здесь, конечно, нужно аккуратно, то понятно, кто помял все. Ростелеком любимый. Домофония и все остальные. Ну-ка, что у нас там? Кстати, пожарный… Друзья, что-то видно там, нет? Должны уже быть эти шланги всякие… Здесь не должны быть. Это малоэтажка. Если не ошибаюсь, до двенадцати этажей этого не нужно. А когда уже выше строят, тогда уже, да, там и клапана, и, соответственно, гидранты должны быть. Ну, слушайте, здесь все прилично. Вот просто, да, оцените, друзья, ширину коридора. Вот тут двойная коляска, и обычно они здесь реально разъедутся, и я еще и посередине пройду. Ну, круто, молодцы. Понимаете, мы не с пешочком. Это вот, конечно, один из подъездов. Ну, вот за это можно сказать спасибо, потому что не просто окрасили одним, а вот сделали вот так рельефно, красивенько. Венецианская штукатурка, как-то так это называется? Слушайте, вот не знаю… Когда мазками. Ну, сделано красиво. Тоже вот не убрали какую-то… Цифры везде есть, цифры большие, цифры трехмерные. Везде указатели, где какая, квартира для удобства. Хотя, в принципе, здесь их такое небольшое количество, что можно было и не указывать. Ну, вот заморочились. Ага, ну понятно, в общем, до второго этажа у нас плитка, полагаю. А выше у нас просто обычный марш. Ну, доводчики магнитные везде стоят. И классно, что везде открываются окна. Знаете, бывает часто, в общем, на востровке приходишь, а там эти окна не открываются. А летом, когда душно, жарко, здесь же не вентиляция, вообще ничего нет. Единственное, вентиляция открыть наверху, на последнем этаже окно, и открыть на первом или втором этаже окно. Ну, тут еще и форточка как открывается. Ну, классно, молодцы. Ну, там полетик забыли смыть. Один, вот тут второй лежит. На дачу кто-то оставил, потом заберет. Вообще, эта крыша предполагается эксплуатируемой быть. Вот эта? Да. Туда идут две лестницы. А, вот вижу, да. И там, теоретически, можно какой-то бизнес открыть на крыше. То есть, она для этого предназначена. Либо сделать какое-то открытое пространство. Там те же шашлыки, мангалы можно поставить и сделать такое отдыхательное. Просто еще руки не дошли. А, ну, вот вижу, да. Дети как раз туда поднялись. О, вот. Можем тоже сходить посмотреть. Ну, да. Интересно будет. Тоже необычный такой опыт. Ну, согласен, да. Колесочная большая. Только не мешало бы, конечно, управляющей компании здесь все настроить, чтобы это работало. Так, во двор тогда выходим, да? Я пробовал обойти просто. А, вот так, да? Да. Ну, кстати, здесь аналогично. Еще прикольно, что и с той, и с этой стороны есть такой приема, куда вот этот коврик закинули, чтобы ноги очищать. Есть урна. Вот я про вот эти дома говорю. А, ну да. Раз, два, три, четыре. Вид у них, конечно, такой печальный. А-ля девяностые, да? Зато самое дешевое жилье. Ну, да. Ну, туда. Александр, обратите внимание на люки. Лен строит рез. Это, пожалуй, единственный застройщик. Да, и фирменные. У которого везут фирменные люки, потому что везде там, ну, такого нет. У них реально заморочились. Заморочились. Реально заморочились. Ну, вот, к примеру, да, взять обычная входная группа с парковки. Ничего такого, ничего. Но ты заходишь, и ты уже закрыт от дождя и снега. В виде наблюдения ты видишь, какой, соответственно, подъезд. Нет, не видишь. Ничего не написано, да. Да, номер подъезда нет. Здесь, знаете, чего мне не хватает? Мне бы хотелось видеть большие цифры. Это по идее второй. Еще кто-то другой. А я полагаю, рассветай. Они сейчас вот этот проект сделают. По-моему, они разделены. То есть, что-то их, что-то не их. Ну, там тяжело сказать, потому что сейчас же все закрыто в Росреестре. Ну, я где-то карту видел, не помню где. Здесь мы видим подсыпку гравием. И, конечно, не мешало бы это немножечко культурить. Я бы сюда рекомендовал поставить бордюрный разделитель, обычный пластиковый, чтобы на газон гравий не выходил. Ну, и закрыть подложку, соответственно, гравием, чтобы было красиво. Видим заезд в паркинг. Ну, зелененьким горит. И вот что-то ощущение, что вот эта водичка, да, есть такое? Где? Вот эти, или что это, грязь какая-то? Давайте подойдем. А, это брызги какие-то, что-то они тут делали похоже. Нет, ну вот эта машина едет и с колес сливается. Или вот про это? Нет, вот про это, да. Брызги скорее всего. Не, это сухо. Это что-то они, похоже, здесь делали, да, потому что... Ну, тут тоже непонятно, то ли там протекает, то ли это... Такое ощущение, что... Пойдемте посмотрим. Ну, вот это на полу видно, эта вот машина едет, с них, соответственно, вот влага вся идет. А, ну вот это протечка, вот это протечка, это течет. Здесь гидроизоляция, что-то накосечили. И вот это все, вот это текло, вот это все текло. И вот это все текло. Не, ну вот это понятно, да, что вот это вода. Вот это влага, да. И, соответственно, что-то здесь какие-то дополнительные, причем здесь течет, где электрика. Ну, по-моему, это не очень правильно, хорошо. А, ну вот видно, шпонка идет. И что-то у них здесь... Партнер сделали хуже, чем дома. Она, кстати, уже ржавая. Здесь надо, конечно, чтобы управляющая компания обращалась по гарантии, или жильцы, раз управляющая компания ничего не делают. А выезд... А, подождите, это заезд у нас. Здесь как, заезд и выезд, это одно и то же? Одно и то же, да? Понятно. Давайте проверим. Выезжаешь. Ну, не хватало. Мне кажется, что нужно было какое-то зеркало хотя бы поставить, чтобы люди видели, и знать, берегись автомобиля. Потому что вот этот тротуар... Соответственно, ребенок мчится на самокате, здесь не видит машину, выезжает, а здесь кто-то вылетает. Или какой-нибудь продублировать сигнал, когда там кто-то начинает выезжать, чтобы здесь загоралась красная лампочка. Потому что не видно автомобиля, и ты вот под наклоном, когда ешь, ты просто не видишь, что впереди. Я считаю, это опасно. А, нет, подождите, это вот. Но этот, похоже, не работает. Смотрите, паркинг, он двухэтажный, есть подземный этаж и есть полуподземный этаж. Но по факту используется только подземный этаж, а, как говорили застройщики, второй этаж, ну, или даже управляющий компании предполагается, ну, полуподземный, сейчас посмотрим тоже, под всякие общественные пространства, там, ну, куда-то его сдавать. То есть он пока не эксплуатируется, и фактически вместо двухэтажного паркинга он одноэтажный. Одноэтажный, понятно. Нужно здесь зайти? Да, давайте. Ну, да, вот как раз о чем я говорил. Здесь ее отпилили трубу. Или наоборот доделали. А, подождите. Или доделали. Нет, это не пилили, это доварили, это вот варили. Чтобы как-то дверь организовать. Здесь, возможно, его просто не было, я не знаю, или по-другому было организовано, непонятно. Было без, пришлось, чтобы доводчик поставить. Ну, да, это они сделали, потому что здесь вот, если бы отпилили, то и здесь бы что-то торчало. Ну, теоретически вот эта заглушка могла бы быть выше. Ну, да. Пойдемте поднимемся. Да, наверх поднимемся. Ну, вот тут, типа, не эксплуатируется, значит, можно бардак установить. Ну, здесь уже видно, да, здесь какой-то мусор, куски палет, скорее всего. Ну, это со стройки, видимо, не убрали. И я еще не понимаю, для чего они вот камушек сюда насыпали, тоже, честно, непонятно. Да. Ржавчина уже видна, надо, конечно, все подкрашивать, зачищать. О, слушайте, марш-то хороший такой. Высота ступени достаточно комфортная. Очень легко подниматься. Тут, наверное, пожалуй, сантиметров 12, не больше. Ну, вот самое интересное вот здесь. Ну, здесь не доделали, потому что непонятно, что внутри будет. Ну, извините, здесь дети бегают. Вот сюда реально кто-то может попасть, не дай бог, что-то сломать себе. Почему вата открыта, я вот, честно говоря, не понимаю, почему это все так. Но должно быть все закрыто быть. То есть вот эта вата, она все померла уже и морет дальше. Ну, тут грязь есть. А странно, что вот это просто штукатурен, даже ничем не окрасили. И вот внизу видна влага, то есть понятно, что она сюда проходит. И это же у нас... Ну, да, технология мокрого фасада. Вот он, тонкослойная штукатурка, вот она сетка, и там утеплитель. Тут проломили. Ну, вот, скорее всего, здесь где-то и течет, полагаю, так. Ну, вот он, вот эти грибки видны. Ну, что-то здесь, конечно, качество так себе. То ли это сломание, то ли это такое качество, да. Думаю, что это делали как временную меру. Слушайте, ну, вот здесь, кстати, смотрите. Здесь вот, обратите внимание, здесь просто тонкая штукатурка. Здесь даже нет сетки. Тут есть, а здесь ее нет. Это выглядит как какое-то временное решение. Почему вата открыта? Я вот, честно говоря, не понимаю, почему это все так. Надо должно быть все закрыто быть. То есть вот эта вата, она все померла уже и морет дальше. Тут грязь есть. Странно, что вот эта просто штукатура, мы даже ничем не окрасили. И вот внизу видно влага. То есть понятно, что она сюда проходит. И это же у нас... Ну да, технология мокрого фасада. Вот она, тонкослойная штукатурка. Вот она, сетка. И там утеплитель. Тут проломили. Ну вот, скорее всего, здесь где-то и течет. Полагаю, так. Ну вот он. Вот эти грибки видны. Ну что-то здесь, конечно, качество так себе. То ли это сломали, то ли это такое качество, да. Думаю, что это делали как временную меру. Слушайте, ну вот здесь, кстати, смотрите. Здесь вот, обратите внимание, здесь просто тонкая штукатурка. Здесь даже нет сетки. Тут есть, а здесь ее нет. Это выглядит как какое-то временное решение. То есть если бы были планы здесь что-то делать, то зачем делать все на века, если можно вот так вот там бросать, чтобы пару лет продержалось? Ну это же кто-то сдал, кто-то принял. Поэтому вот у меня тут, честно, вопросы. Так, и вот сюда есть лестница. Что же у нас здесь? А, ну у нас тут склад мусора и скамеечка, чтобы посидеть. Непонятен сам, зачем вообще эта штука делалась? Ну уж, как бы что, чтобы собиралась влага и вот оттуда текла сюда. Возможно, там, кстати, какая-то конструкция чуть выше, поэтому пришлось вот так делать. Ну вот тоже, да, вот это тоже временное, смотрите. Почему сетка торчит? Там лестничный пролет, по идее. Ну, возможно, из-за этого, чтобы по высоте пройти. Ну тоже, да, ну как-то так. Не впечатляет. Дома красиво смотрятся, а здесь мне очень не понравилось. Ну хотя бы в Ливневке. Ну да, хотя бы в Ливневке есть. Вот эта сетка защитная. Птица, кстати, туда ворона часто просто камушки кидает, представляете? Она такая, чтобы ее можно было легко снять. Мы будем поворачивать. А ее повернул, да, и она выходит. А так домик и красиво смотрится. Ну вот это, друзья, оцените, как вам решение. Двор красиво смотрится. Высокие деревья есть. Смотрите, что такое. А сюда же брызги летят. Да, непонятная история. Так, а это у нас... Горячая или холодная? Или кто-то конденсор знает. Это дренаж. Это... Я даже не знаю, что там происходит такое. Ну вот здесь, видите, давайте отойдем. Сейчас будем все непонятно в чем. Надеюсь, что здесь просто вода. Не, ну фекальными не пахнет. Не пахнет, да. Ну вот здесь, кстати, тоже, да. Вот почему-то оборудование вот так просто там замотано изолентой провод. Вот, виден, вот можно подойти. А, ну вот они, длюки, дренаж на канализацию. Вот они, да, видите, буковка Д, дренаж. Соответственно, я не знаю из-за чего, там надо, конечно, что-то поправить. Вот, тут даже поставили такие подъемники, чтобы машина на двух этажах размечать. А, да, да, видно. Это все для галочки, чтобы сдать. По факту не работает. Они это демонтировали. Ну да, машин нет и не продавались даже. И обратите внимание, вот здесь есть следы влаги, вот там она изнутри. То есть что-то там, хотя вроде воды не видно. Капли, да, вот эти вот? Да, да. Можем попробовать тоже пройти. Ну, подъемники, да, видны. Ну, раз вы говорите, не работает, значит не работает. Вот, вот надо там же, кстати, где большой гравий, крупноформатный, вот такой же разделитель ставить. Ну, с этой стороны сделали, да? Ну, а там просто его накидали на подложку и забыли. Ну, я не знаю, почему люки могли бы, конечно, в уровень сделать. Чуть ниже их поставить, чтобы это все нормально было. Не вот так они торчали вот эти, вот эти остальные тоже немножко торчат. Ну, вот приятно, да. Пять этажей, небольшое количество квартир. Тоже вот такие терраски у людей есть. Четыре, кстати, да? 20-23. Тоже нет номера подъезда со двора. Ну да. Я думаю, с улицы есть. Мы там тоже видели вроде с улицы. Ну, придется караулить. Ох, а здесь что-то накурил кто-то. Пойдем все там обойдем. Ну, двор приятный. Двор реально приятный. И спортивная площадка. И там дальше детская. И для велосипедов парковка. И шахматы поиграть. И тумбочки из бетона реально очень круто смотрятся, да? Давайте ближе подойдем. Ну, красиво, красиво. Кто-то отгрыз уже кусочек. Пытался вынести на дачу. Ну, вот поэтому я, например, за малоэтажку. Естественно, приятно, когда у тебя там 3-4 этажа, а не там 24 этажа. И 4-5 квартир на площадке, а не 11-15. И вот здесь, кстати, пространство. То есть они меньше этажами. Вроде расстояние тоже метров 20, наверное, да? Мне кажется так. На вскидку. Но при этом на тебя ничего не давит. Нет дворов-колодцев. Там П-образная форма. Дети бегают, прыгают. Все хорошо. Ну что, друзья, как вам кантри? Кантри-клаб. Клубный формат. Нет, красиво, молодцы. Ну да, вот там получается чуть выше и уже такой. Кстати, ну вот цвета мне нравятся фасады. Что здесь, что здесь. Но если жить, то, наверное, да. Чем меньше этажей, тем лучше помню. Заходим в подъезд. Пять этажей. Везде написано какая нумерация. Специальный шрифт для слепых. Там, кстати, не было в том доме шрифт. Было, было, было. Был, был, был. Так, здесь она тоже самая магнитка. Ну, слушайте, а подъезд точно такой же. Реально как бежеви. Янила кантри-клаб. Голландский квартал. Колясочная. Что-то здесь с электрикой. А, подождите, да. Это же электрика. Ну да. Прикольно. Гофру так сделали, да? Интересно. Она куда-то тянется или она просто обрывается? Ну вот она под ватрушку идет. Прикольно. И дальше. И все? Все. А, это вообще шикарное решение. Не понятно, только вот оно вот здесь, куда оно должно было идти. Это, по идее, что-то наружное. Ну, это, полагаю, это еще застройщик делал. Да, и куда. То есть, то ли демонтировали, то ли забыли закрепить. Ну, фигня какая-то, да. Квартиры. Такие же, соответственно, такая же нумерация. Звонки здесь высоко. Дверь другая, да. На первом этаже. Слушайте, а здесь тоже вот такой, с перфорацией. Красиво. Здесь уже из другого магазина тележечка. Первый по пятый этаж. Ну, блин, кто вот это все царапывает? Блин, ну нафига. А, они кусочек отломали, блин. Дети отрывают. Ну, уже разве так можно? Ну, здесь вроде все аналогично. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим. Лифт стоит аналогично. Пол такой же у лифта. Прикольно, датчик сверху до низу есть. Лифт тот же ELM и камера видеонаблюдения. Причем две камеры видеонаблюдения. Это еще похоже с ночным видением вот там красненьким светится. А, и большое зеркало, красота. Приятный лифт. Мне нравится, что двери широченные. Сюда вот, не знаю, там рояль реально залезет. Метр двадцать, наверное. Пятый этаж аналогично, как в том подъезде, где какие расположены квартиры. Здесь только что двери темного цвета. Там мне, кстати, больше двери понравится, что они покрасивее как-то смотрятся. А здесь так более строго, да? Да. Из-за вот этого темного цвета. Двойная коляска и обычные. Они здесь реально разъедутся. Я еще и посередине пройду. Темно-коричневого. Звонки высоко расположены. Закрыто. Замков нет. Так, ну-ка, здесь где? А, здесь замок есть. Здесь замок есть. Управляющая компания молодец. Своего не упустит. Стенки, кстати, тоже красиво сделаны. И здесь тоже вот не равномерно все окрашено. Не буду это показывать, чтобы это... Ну да. Что, поднимаемся на самый верх? Ну, здесь все аналогично. Даже вот здесь плитка есть. Ничего себе. Здесь вообще чище, чем в предыдущем. Закрыто. Как-то она проминается под ногами. Это правильно? Ну, это сетка. Ну, когда-то. А что там? Зашел, вышел. То есть она больше не рассчитана. У нее же там особой жесткости-то нет. А так? С медицины здесь вообще никакой нет ни поликлиники. У Янина есть амбулатория небольшая. То есть там, по-моему, двухэтажное здание в старой части Янина. Которое, скорее всего, перегружено. И там нет, ну, большого перечня специалистов. И куда ездить? Во Всеволожск тоже? Ну, да, по-моему, ко Всеволожску это все относится. Это же Всеволожский район. Запроектированное, на самом деле, место. И вот в новой очереди там есть место под поликлинику. Но ее пока не строят, потому что непонятно, кто ее... А кто должен строить поликлиники? Застройщик, вроде как, может ее построить, если у нее кто-то купит. По идее, так понимаю, область должна купить. Или какой-то частный инвестор должен купить. Соцобъекты – это вопрос к Ленинградской области. Согласен. Почему? Потому что они же здесь, получается, они же разрешили здесь строить эти дома. А почему они не подумали о нормальном количестве садов, школ, поликлиники, больниц? Всеволожск же он тоже там, эта больница не резиновая, и нет возможности там, потому что туда кто только не едет. Ну да. Со всей области. Ну так все неплохо, за исключением некоторых особенностей. Смоется приятно, куда-сюда выйдем. Да. Противопожарка, не обратили здесь внимания. Ну вот она. В зуме работает. Этот колпачок. Ну есть колпачки, нет колпачков наверху. Есть. Их не демонтировали. Вот он торчит. Ага, вижу, вижу синенький. Да, вот он синенький. Так, он один где-то еще должен быть. Так, больше не видно ничего. Один похожий, да? Странный. Ну забыли, строители не сняли, не демонтировали. Ну и, соответственно, правящая компания тоже не полезла. Надо уже с жителем обращаться. Ну тоже, да, прикольно. Закрыта территория, а непонятно почему здесь открыта. Ну это редкость на самом деле. Редкость, да? Сейчас закроем за собой. Может кто-то что-то заносил? А, у нас еще, смотрите, какое есть местечко. Я вижу, что это можно крышку поднять. Пойдемте, поможете мне. Поднимите крышку, а я посмотрю, что там внизу. Плитка керамическая, зачекание на швы черной затирочкой. Так, подождите. Это должно быть вот так. Ну что, у нас тут сухо, да. Но тут есть строительный мусор, и за собой, конечно, не мешало бы почистить. Аккуратно. Согласны? Да. Можно сказать, предыдущая очередь. И него кантри, вот. Ну их построили тоже буквально год назад. Ну я помню, да, я еще вот сюда заходил, как раз снимал. У меня где-то есть видео, когда их еще, ну вот, предсдача там практически была. Не, ну вот здесь мне нравится, здесь хорошо, свежий воздух. Кстати, здесь сюда доносится, вот в эту часть Янина, ароматы. Потому что, когда вот едешь именно поздно вечером по Колтушскому и направо заворачиваешь, вот там реально только подъезжаешь к Янину, и уже начинается вот это зловоние. Я не обращал внимания, либо привык, либо нету. Ну я полагаю, что если бы было бы... Да, если бы это была прям проблема, я бы, наверное, обратил внимание. А, ну вот здесь аналогичная ситуация, то есть это говорили чуть позже, видно. Давайте. А, тут просто нет доводчика, все понятно. Здесь магнитный замок. Тут магнитный замок, но здесь нет доводчика. Поэтому, естественно, дверь не закрывается. А, все, замок работает. Надо, соответственно, только доводчик поставить. Так, кто-то ремонтик делает. Строиматериал привез. Так хаотично побросали. Ну и еще один подъезд, тут тоже все открыто. Ну, в общем, все здесь аналогично, там особого смысла не вижу смотреть. Как отсюда вообще добираться куда-то? Есть ли жизнь Янина? Ну, во-первых, вот как я уже сказал, часть инфраструктуры, ну, большая часть есть. То есть, вот школа, детский сад там. Ну, это соцобъекты, да. Да. Есть торговый центр. На работу как ездить? На работу, это по култушкам и шоссе. Пробки с утра есть? Сейчас его шоссе это расширяют уже последние пару-тройку лет. И уже финальные стадии, понятно, что есть. Но когда расширят до двух полос каждую сторону, все рассчитывают, что они уменьшатся. Ну, а я полагаю, нет, потому что заезд и выезд с када там же шире не стало. А, так а там проблема не из-за этого заезда, нет, сейчас пока нет, но его тоже расширят. То есть, будет две полосы, пока там одна полоса. То есть, съезд и заезд на кад будет тоже по две полосы? Нет, съезд и заезд на полосы, но он стоит из-за вот этого узкого горлышка, потому что они въезжают. А, то есть, предполагается, что они сделают по две полосы в каждую сторону и это разгрузит. И как-то еще меняться будет схема движения на шоссе. То есть, не будет светофоров, которые будут останавливать машины. Да, будут какие-то кольцевые повороты, развороты бессветофорные. Ничего не смущает? Вот эта черная? Не, ну, плитка красивая. А, плитка недоведена до него. Почему внизу не доделали? Да, да, недоведена. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь. Возможно, обвалилась или ее сняли. А здесь что у нас? Болото, лягушек. О, держите, вот так. Держите. Да, 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 все. И обратите внимание вот на эту дырку, друзья. То есть, кто живет в этом доме, вам нужно уже обратиться по гарантии через управляющую компанию к застройщику, чтобы это все устранили. Воды там, ну, сантиметров 20, если не 30. И куча мусора. Мусор, причем, знаете, такое ощущение, что специально туда вот эти банки кидали. Не знаю, только строители это или жильцы делали. Кстати, вот как в прошлом обзоре про этот, про гатчину обратили тоже внимание. Блин. Ну, уважаемый собаковод, ничего, блин, не убрать за своей собакой. Ничего за фигня, реально. А вот здесь есть специальные такие заглушки пластиковые для того, чтобы не травмироваться. Когда идешь, чтобы не поцарапаться, там, одежду не порвать. Вот было бы здорово, если бы здесь тоже это ставили. Панели, кстати, ровные. Не видно, чтобы было какое-то, знаете, как бывает, что там в разнобойке. Знаете, какая тема меня интересует, волнует? Вот чем поребрик отличается от бордюра? Знаете? Нет. Ну, мы же не в Москве. А, дело не в локации, это разные структуры. Вот это вот поребрик, потому что он вровень с вот этим, с этой плоскостью. А бордюр он выпирает. Вот если бы здесь был бордюр, выступающий сантиметров на пять, да, то вот это все камешки, они бы внутри оставались, не вылезали. Смотрите, здесь получается, что они сделали отмузку, сделали ее прикольно. То есть есть гидроизоляция. Клончик, да, чтобы вода стекала. Чтобы вода стекала, засыпали все камушком, но до конца не подумали, потому что он, получается, уходит сюда. Его либо надо постоянно туда собирать и выкидывать. А по количеству камушка, я полагаю, что управляющая компания нифига этим не занимается. По-хорошему, здесь надо перебрать вот этот вот поребрик и сделать бордюрный камень сантиметров на пять выше. Вот, и все будет внутри оставаться. Это общая проблема. Да, и я бы наклон сделал бы чуть меньше, потому что такого наклона не нужно. Это хотя бы не грязь. А представляете, если бы здесь была бы земля с травой, то это бы все ушло бы сюда. Это культура строительства вот именно поребриков. И вот здесь тоже он на траву заходит. Та же самая тема, да. Так себе. Даже вот здесь можно камушки собирать. А потом машина проезжает, и кому-то в голову может камень прилететь. Ну, или в другую машину. Или в другую машину, да. Ну, в принципе, у меня очень положительные впечатления об этих домах. Кстати, как шумоизоляция? Папа жалуется? Ну, когда кто-то ремонт делает. Ну-ка, ремонт это везде у всех. А так нет, нет. Телевизор не слышно, спусков канализации не слышно. Здесь будут организовывать... Вот, кстати, можем... Не знаю. Да, можно туда сейчас пройти будет. Да, давайте круг сделаем. Мне еще интересно детский садик посмотреть. Он очень красивый. Здесь, соответственно, уже вот видно, что делают пешеходную зону. Здесь должна быть очень классная. Свой променад, да. И оставленные деревья, которые здесь росли, соответственно, здесь уже сразу будет зелено. Угу. Это здорово. Мне нравится. Это мало кто как бы делает, да. Обычно... У нас срубают вообще все. Срубают и высаживают палочки. Которые мертвые. Ну, по крайней мере, которым расти еще 10 лет. Ну да. 15. Так, как там? Мы вот там пройдем? Ну, мы можем вот тут пройти. К детскому саду. Вот за этим забором и как раз там... А, там проход есть. Отлично, давайте. Ну что, друзья, оцените Country Club. Как вам малоэтажные домики в Янино? Бедная машина зато там ехала. Так, мы еще не сказали по времени. Вот с утра в час пикести отсюда выезжать. Например, ехать куда? К Ладожской. К Ладожской. Сколько времени занимает на машине и на маршрутке? Ну, если час... Я так понимаю, что пробки. Пробка, да. На въезде, да. Если выезжать утром, ну, 40 минут, час так можно ехать. И плюс еще получается, если оставить там машину и от Ладожска еще куда-то ехать. Ну да. А с маршрутками проблем нет? Они по большей части утром перегружены. Да. То есть очередь, да, к ним есть? Да. Школа современная. В Гачине, кстати, смотрел эту школу. Современная очень крутая школа. Мне даже в Гачине захотелось на второй год остаться там, поучиться, поесть в столовой. А, вот проход, про который вы сказали. Да. И, соответственно, будет вот эта зона объединена. Дальше будет единая зеленая зона. Как раз до садика. И дальше даже потом тоже. Вдоль него должна быть там тоже сейчас пока не заделано. Для меня в Янино... Для меня в Янино приятны как раз проекты от ЛСТ и Пик. Но у Пика для меня минус то, что это очень высотное здание. В отличие от Янила. Да, здесь красиво будет. Такие мостики, деревья положили. Снег черный. Вот, кстати, тоже управляющая компания, когда обслуживает, по-нормальному люди приходят с ломами, разбивают кучу и раскидывают на плитку. И тогда снег этот очень быстро тает. А здесь он может до конца августа пролежать. Я считаю, лучше он тает на газоне, чем он грязь на плитку разносит. Ну, на газоне грязь тяжело убрать. Это еще чернохон. Это самопадает. Черная, это тоненькая корочка на поверхности. Это из воздуха уже осаждается. Ну да, да. Ну, оно тоже самое на газоне. Тот же бензопирен. Здесь даже деревья есть высокие. Ну, приятно здесь идти. Да, здесь посаженные. Площадочки детские. Есть где посидеть, отдохнуть. Ноутбук с собой взял, отошел. Если, например, живешь, вот здесь Wi-Fi ловит, сел, посидел. Кстати, вот здесь, смотрите, какие-то туи, да, такие высокие, посаженные. А, да. Не знаю, кто это, застройщик, либо управляющий компанией, либо сами жильцы. Уже изначально было. А, изначально было, да? И не только в этом дворе, они кое-где посажены. О, мостик-то какой классный. Сейчас по мостику пройдем. Немножко бестолковый. Мост? Да, непонятно зачем он. Ну, просто такой, как, не знаю. Самое интересное, что вот это же пешеходная дорожка, а вот это, по идее, велодорожка. Это для вела, да. И вот пешеходам предполагается, что они должны наверх идти. Можно, конечно, вот тут свернуть, срезать путь через велодорожку по низу. Вот видим, сейчас женщина идет с ребенком, вот они вот срезают. Да, но с ней не разминуться. То есть нужно ожидать, пока она пройдет. Она, по идее, должна быть, ну, хотя бы… Ну, согласен, да. В два раза больше хотя бы, чтобы можно было пройти. Или на встречу тоже идет коляска и стоишь день. А там велосипедист или самокатчик идти. То есть, если какой-то маломобильный товарищ… Ну, вот смотрите, да, вот тоже какой-то ландшафтный дизайн небольшой, такие кучки сделали, кустики и елочки… Ну, не елочки как это… Или елочки это… Можем зайти, да? Угу. Какой у вас ключ хороший? Все откроет. Здесь мне нравится, что вот этот белый камень очень красиво смотрится. Ну, вот видно, да, что он где-то уходит, естественно, управляющий компании… Снимал… Панели, я помню, досмотрел… Но, по мне, вот это прикольная тема, потому что ты поднимаешься высоко, можно вот здесь просто постоять, посмотреть на… Вот, по футболам занимается… Помахаться сидим… Посмотреть на балкон, да, как там все завалено добром… Ну, что делает… Парковка… А, ну, да-да-да, я как раз здесь, по-моему, ходил, снимал… Вот эта парковка… Вот елочки подросли, кустики… Это тоже туйки, мне кажется… Это не елки… А, ну, может быть, я не особо в этом разбираюсь… Ну, смотрится красиво… Согласны? Да… Даже, кстати, Арсвятая Янина вписывается… Что? Ну, Янина… Вот если сравнивать Мурина, Кудрова, там, конечно, больше людей… Намного больше… Там больше инфраструктуры… Но… Про Янина, как бы, мало кто знает… Может быть, это и к счастью… Такие цены из-за этого не растут, наверное, так сильно, как могли бы расти… Сколько сейчас здесь стоит квартира? Ну, вот в новых корпусах, по-моему… Я боюсь… Ну, там, плюс-минус… Ну, однушка… Миллионов семь-восемь, наверное, где-то в этом диапазоне… Ну, от площади зависит… Блин, ну, это дорого реально… Двушка, я интересовался осенью… Где-то двенадцать-тренадцать миллионов… Ну, понятно, у Пика сильно дешевле… Поэтому Пик, наверное, сейчас на себя все переманивает… Пик, да… Ну, тоже, понимаете… Здесь можно подумать, чуть-чуть дороже заплатить… Жить в более развитом и компактном микрорайоне… С небольшим количеством квартир на площадке совсем… Либо, соответственно, взять Пик и купить дешевле… Но при этом он получается немножко такой надшибе… Потому что вот вся инфраструктура-то вот здесь… И там стройка сейчас идет… А там стройка, да… Он немного вокруг себя еще будет строить… Там лет опять еще стройки… Я же снимал… Мне приглашали жители… И, соответственно, туда заходишь… И там, получается, через охрану, через стройку проходишь… Да… Ну, как-то не очень это… Мост прикольный… Здесь, может быть, знаете, не хватает каких-то… Скамеек… Скамеек, чтобы посидеть… Ну, может, поставят… Если будет такой запрос… В принципе, здесь… Ну, задумка, на самом деле, интересная… Потому что вот мы здесь с вами стоим… И наверху здесь все видно… То есть и соседний застройщик… И школа видна… Здесь же, получается, тоже… Вот у нас… Этот вот новый современный детский садик… Который построил ЛСТ… И где-то здесь еще… Вот зеленый… А, вот зеленый торчит… Да, вот еще один детский садик… То есть два детских садика построил застройщик… И построил огромную школу… А внутри там не было… Были внутри в этой школе? Нет… Нет… Не были… Пойдемте дальше… Ну, здесь тоже вот… С парковочными местами тут не все так грустно… Потому что пока есть вон так гигантская парковка… Она практически… Рассветай, да? Только на… А, ну вот, да… Между садиком и Рассветай… Да… Она на территории ЛСТ… Вообще на ней предполагается строить очередь… Но они пока… Там все в асфальте, если я не ошибаюсь… Там все в асфальте… Там полноценная парковка… По-моему, только не размеченная… Но она гигантская… И когда приезжаешь… И вечером негде поставить вот во дворах… Там… Можно туда… Бездна мест… То есть она спасает… А за машину там не страшно? Не угоняют, не ломают? Нет… Не, нормально все… Не слышал о таких случаях… Вот это, кстати, тоже прикольно сделали… И камень есть, детям побегать… Красивенько смоется… И деревья, и газон… И кустарник… И хвоя… Корой здесь все засыпано… И плюс вот эти места, где можно посидеть… Там детям поиграть… Более старшего возраста… Вот по-хорошему… Здесь вот тоже бордюр… Бордюрный камень какой-то сделать… Огородить… Вот это… Нет, вот здесь разделитель есть… А, нет-нет, это не разделитель показался… Просто камень… Разделитель должен… Нет, специально же пластиковый такой разделитель есть… Во-первых, пластик – это хигня… Надо что-то металлическое, либо каменное для долговечности… Но пластик почему? Он вообще не гниет… Его бы поставили… И трава бы… Соответственно сюда будет… На него будут наступать… Он ломаться будет… Ну, по мне, например, то, что трава сюда залезет… Ну, это… Ну, я согласен… Это трава… Должно быть разделение… Мы спорим просто о материале… Ну, да… То есть, вот тут вот тоже пока… Зона, где ничего нету… Но дальше… Сделают тоже такую же зеленую дорожку… Вот туда дальше до конца… Прямо… Прямо до леса… Прямо до леса, да… Слушайте, прикольно… Здесь сразу пешеходный переход… Да, детский садик, конечно, просто крутяцкий… Винни-пух, сова… Флаг Российской Федерации… Вот такие окошки красиво сделаны… Там цветочки внутри… Плюс вот такая сетка… Это, наверное, в виде листиков или чего это… Непонятно что-то… Ну, круто сделали… Молодцы… А, это деревья… Детские площадки… Я там смотрю… У деток такие-то интересные… Здесь спортивная площадка… Я в такой детский сад… Кстати, в детских садиках… Кормят вкусно… Ну, да… Вот эти, я помню, дома тоже снимал… Как раз там про двери рассказывал… Потому что такого… Вот я кроме… Как у Ленстройтреста больше… К сожалению… Кого не видел… Магнитные вот эти стопоры… Не, не только магнитные… Вот магнитные… Я вот сейчас увидел… До этого не припоминаю… А именно про то, что… Давочек с стопором… Потому что, когда… А женщина идет с коляской… В которой ребенок… Очень неудобно… Эти давочки давят прямо на эту коляску… Бьют по ней… Это некомфортно… Угу… Так, ну что… Пойдемте в парковку посмотрим… Я, да… Парковку покажу… Ну, здесь, да… Такой, получается… Строительный типа мини-городок… Возможно, там что-то до хранения… Вот эти колхозные поля… Пока не облагороженные… Для сотрудников детского садика… Есть парковка своя… Круто… Рассвета Янина… Рассвета Янина… Ну, тоже, да… Малоэтажные дома… Нафига переходные балконы… Почему лестницу внутри не сделать… Это Новосибирск… Они так смотрят на жизнь… Ну, проект-то им согласовали… Согласовали-то здесь они… В Новосибирске… Рассвета Янина… Ну, сдадут, пойду смотреть, что у них там… Ну, да… Надеюсь, хорошо будет… Ну, он и Янила впереди… Ой, Янила этот… Ясная Янина… Ясная Янина, да… Там тоже прикольно, что у Леса… Я помню, общался с ребятами… Они здесь… ОК Уэстом приобрели квартиры… И им все нравилось… Ну, как только… Все начало застраиваться… Сразу стало больше людей… Больше домов… Там частично… Может быть, и лес порубали… Не знаю… И, в общем, они переехали отсюда… Кстати, вовремя не успели… До всех этих пробок… Угу… Потому что дороги не расширялись… А люди уже мучаются… Ну, скажем… Не первый год… Пойдемте строй попосмоем… Вот это продолжение, получается… Всего этого кантри… ЛСТшные проекты… Да… Мне, кстати, нравится, что у них… Панельное домостроение… Что все фасадные стены… Вертикальные с панелей… Все-таки лучше, чем… Когда бетон выливают зимой… Там… Ремонтировать дешевле… Не надо исправлять неровность стен… Так я выставил сразу ровно… И все… Потом они перекрытие бетоном заливают… Видите… Вон опалубка сверху… Это все скрепляется… Вот тебе… Быстро возводимые дома… Это же обычно стандартная… Классическая скандинавская технология… А фасад можно там и окрасить… Это самое простое… Может там… Не знаю… Кирпичиком… Обложить… Ну вот они любят первые… Один-два этажа… Обладывать плиткой… А это практично… Ну да… А дальше… Смотрится… Ну смотрится… Во-первых… Прикольно… А дальше что… Вот я тоже живу в панельном доме… У меня… Дома окрашена просто белой краской… Нормально смоется… Ну вот еще на монтаж… И опалубка валяется… Фанер от нее… Ландшафтный дизайн… От архитектурного бюро… Тут тоже приятно, что они малоэтажные… Кстати, интересная очередь… Там же лес и дорога… Я надеюсь лес они не тронут… Нет, конечно… Лес на другой стороне… Ну через дорогу… Да-да-да… Туда даже пик не долезет… Пик где-то в той части будет… Пик получается… Вот так… Ну вот за этими домами… За этим домом… За этим домом… Ну там у них строящаяся… Вот где кран стоит… А там уже построенная за домом… Здесь какая-то теплоэлектро… Ну теплостанция… Вот эта вот… И вот где-то в районе нее… Новые очереди пика строят… И там дальше школа их… И детский сад пиковский… И они туда вот… В ту сторону дальше пойдут… То есть этот лес он будет… Не тронутый… Другое дело, что он не очень… Ну то есть он такой заросший… И не очень пригодный для гуляния по нему… Вот именно в этой части… Ну потому что здесь кроме елок… Я смотрю… Очень много березок… Поэтому он такой грязный конечно будет… Но зато это обычный лес… Там я не удивлюсь… Там какие-то подберезовики растут… Ну да… Пойдемте к «Рассветаю» пройдем… Интересно тоже его посмотреть… Вот у них тоже вот из панелей… Вот видно… Там мусор убирают… Строители сидят… Но тоже я, знаете… На строителей иногда смотрю… Блин… Вот почему застройщики не запариваются… Там… Не выдают им форменную одежду… Например… Как у «Банавы» уют… У них даже подрядчики… Все спецодежды… У них просто в контрактах это прописано… Я там общался с строителями… А здесь… Они, видите… Как бомжи… Взял старую одежду… И пошел… Ну я думаю… Вопрос экономии… Где-то менеджмент… Экономит на этом… В результате у них зарплата больше… А где-то они говорят… А нам достаточно… Мы сделаем за то… Что красиво было… Все равно купят… Это вопрос эстетики… У человека есть стремление к этому… Или нет… Кстати отсюда… Практически все дома видны… Красиво… Вон… Пиковские появились… Да-да-да… Вот они видны… По-моему у них вот один вот этот дом 16-этажный… А остальные все 12-этажные… То есть тоже не что-то такое… Вот как у Дурова Морина… Где больше 20 этажей… Здесь тоже такого не будет… Ну да… То есть вот у них приезжаешь… Сможешь на первый проект… Потом сможешь на второй… Двери стали шире… В тамбуре появился… Вот эти… Полочки… Куда можно сумку… И там продукты поставить… Которые тут пропали… Которые тут… А я не знаю даже были они здесь или нет… Нет… Не было… Ну вот странно… Потому что они везде есть… А почему там нет… Клаб же он самый дорогой здесь продавался… Ну самый такой… С претензией… Ну типа да… Практически бизнес… Ну одно слово квап… Это же звучит… Клаб, ну как красиво… Да… Звучит бесплатно… Да… А денег приносит… Вон те вот… Первая очередь… Она же совсем… Даже выглядит… Ну она совсем… Ну проще… Намного… Ну кстати… Я там был в доме… В квартирах… Нормально… Там помню… Ребята по шумоизоляции жаловались… Я тогда… Сам прочувствовал… И пылесос это слушал… И все остальное… О… Мостик для строителей сделали… Так… Там все в грязище… Да… Не пойдем туда… Здесь же они… Эти два квартала… Каждые по три дома… Они по разной технологии делали… Один квартал он… Монолитный… Монолитный… А другой из панели… Я за панели… Панели это по-моему второй… Вот тут вот… Вот панели видны… А… Вот это шовчики… А вот это монолит… А вот это монолит… Тут… Ну вот те дома… Ну да… Утеплитель… Сетка и штукатурка… Вот они ровные гладенькие… А эти из панели… Я за панельное домостроение… Ну это красивее… Эстетичнее… Да… Так это ровно все… Ровно… У вас получается дома… В квартире ровная стенка… Зашпаклевали… Окрасил… Поклеил обои… Все… Забыл… Штукатурить… Что-то выдумывать… Ну вот они так тестируют… Какие дома лучше будут продаваться… И потом делать именно… То, что лучше продается… Это вам рассказывали… Это я где-то слышал… В каком-то видео… Да… От представителей… Хватит, конечно… Если мы пойдем прямо… То мы… А… Пойдемте по главной дороге пройдем… Где все магазины… Тоже это все интересно показать… Ну вот кстати… Смотрите как… Я кстати… Я когда снимал… Не помню… Это… Я не знаю… Это… Застройщик… 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 Да… Здесь управляет… Это… Недавно только… Ну как недавно… Его сдали… В том году… Или позапрошлым… Смотрится красиво… Зелень… Это хорошо… О… Войдемся во двор… Блин… Ну красота… Да… Вот… Что не хватает для жизни… Я всегда говорю… Зелени… Даже если это обычная панелька… Будет самая простецкая… Просто… Вот как там… Смотрели… И вот так все высадить… Уже смотрится все по-другому… Реально не хватает хорошей зелени… Здесь она есть… Даже высокие деревья есть… Смотрите… Как тоже… Газон сделали… Да… Чтобы грязь… Да… Сделали… Без… Тоже… Такого… Подбортовочки… Но там вот какая-то… Пластиковая такая… Сетка… И она удерживает… Землю… Траву… Ну да… Чтобы она сюда… На плитку не попадала… И плитка чистящая… И здесь вообще чисто… Здесь вообще чисто… Что удивительно… Здесь даже машины не надо убирать… Чтобы подумать… Что мы не в России… Ну тоже да… Прикольно… Как и везде обычно… То есть ты выходишь… Есть скамеечка посидеть… Урна есть… Велопарковка… Самокат свой кинуть… У кого-то на балконе банок… Целая куча собирает… Делать на разокрутке… Класс энергоэффективности… Б… Улица оранжевая… Двенадцать… Корпус один… О… А тут что-то с фасадиком… Вот видите… Раз, два, три, четыре, пять… Шестой этаж… Угол… Такое ощущение… Что отбито… Да… То есть вы сейчас говорите о том… Что у людей… Которые первый, второй этаж… У них на балконе… Вот это есть плитка… Это круто… Вот у меня на балконе… Тоже обычная… Окрашенная… Бетонная стена… Белого цвета… Меня вообще не смущает… А с магазинами… Здесь как… Всего хватает… Продукты понятно есть… Например… Куда-то там в кафе сходить с девушкой… Да… Ну, разные категории… Приличные категории… Шаверм… Ну, шаверма везде есть… Есть даже ресторанчик… Да… Ресторанчик… Да… Пиццерия… Не помню, как называется… Наверное, не стоит говорить… Но, в общем, есть прямо пиццерия… Где итальянские блюда… Там… Карбонары… Вкусно там, да? Ну, я там бываю… Да… Вот… Есть еще один… Типа семейный ресторанчик… Даже с живой музыкой… Ничего себе… Тюльпан, по-моему, называется… Вот… Ну, и всяких кафешек с булочными… Тоже несколько штучек… Угу… Ну, выпечку я видел… Шавермы везде… Пивточки везде… Ну, пройдем сейчас по основной улице… По голландски… Ну, кстати… Да… Посмотрим заодно… Ну, здесь вот хорошо… То, что управляющая компания Аффилирована застройщикам… И она, как бы, ну… Поддерживает… Не бросается… Не загибается… Все то, что от застройщиков… Вот, кстати… Смотрите, момент… Брусчаточка… И вытоптанный газон… И я понимаю, что он вытоптанный… Не потому, что люди ходят… А потому, что здесь, когда их много идут… И они обходят друг друга… Не хватает ширины… Надо вот было чуть… Да… Сюда еще метр сделать… Доделать, да… В принципе… Ну… Можно расширить… Потому, что все равно… Это не проблема, Александр… Это деньги… Вот уже за шлагбаумом… Парковочка… Оставил машину… Чужой уже сюда не заедет… Как я понимаю… Да… Ну, кстати, первый этаж… Вот еще не заселенный… Так понимаю… Пусто там внутри… Да… Может быть, приобрели квартиру… Но просто никто не живет… Ну, да… А… Ну, вот здесь та же брусчатка у людей… Единственный здесь момент… Что-то как-то вот… Недоделка какая-то выглядит… Тут недоделка… Что-то здесь не хватает… Вот недавно, кстати, такие арт-объекты появились… То есть, это уже управляющая компания их поставила… Их не было изначально… Это же, знаете, похоже на… Одуванчики… Одуванчики… Да… Слушайте, красиво… Специально ржавый металл… То есть, это такая идея… Он не был не ржавый… Потом заржавел… Вот… Такое вот тоже дизайнерское решение… Что-то красиво сделали… Прикольно… Ну, вот из нюансов… Вот здесь видно, что красочка немножко смылась… Это надо подкрашивать… И штукатурочка ушла… Кстати, вот здесь место интересное есть… Вот, кстати, тоже, да… Навеса никакого нет… Ну, заходишь… Здесь все закрыто… Сразу… Вот, если эта штука… Чтобы всю грязь очистить… Здесь… Управляющая компания… Вот это поставила дополнительно… Ну, вот… По грязи видно, что это… Пользуется… Урну… Не мешало бы, конечно… Выбрасывать мусор… Плитку менять иногда… Ну, тут видно, что влага идет… И вот сюда заходит… И немножко краска ушла… Так… Поднимайте… Проверим… Сухо… Там какая-то вон решетка лежит… Это для отвода как раз влаги… Обычно просто отверстия какие-то небольшие… Ну, да… Здесь, да… Чтобы вода просто уходила… Ну… Плитка, понятно, вся в таком… Как и газон это называют… Ну, чтобы если кто-то тоже большой сюда заедет… Какая-то машина… Он ехал… Не по травине… Соответственно, не будет проваливаться… Да… Ну, и плюс отсюда она растет… Вот видите, они зонирование сделали… А набивное покрытие… Вот этот мелкий такой… Камушек… И, соответственно, газончик… А… Ну, здесь аналогично… Видно, что влага… Уклонка, возможно, не сделана там до конца… Видно, какая-то ржавчина… И, конечно, нужно решетки поднимать… И чистить управляющей компанией… Не знаю… А в подвалах, кстати, есть влага или нет? Не было, не знаю… Не было, да? А, не были в подвалах… Да… Тоже прикольно… Два класса энергоэффективности… Вот, вот смотрите… Вот здесь начинается момент по мне… Вот у нас обычный тротуар… Скамейка… Почему так близко… По мне нужно было… Либо ее… Ну, вот где газон… Часть газона убирать… И ставить сюда скамейку… Согласны? Ну, по-хорошему, выемка такая… Да, да… В газоне… И вот туда… Совершенно верно… То, что она пригождает… Надо ее огибать… Вот девушка с коляской… Вот она идет… И мы сразу с вами в сторону уходим… Потому что мы не пройдем… Да… Ну, и также урны я бы как раз вот в этой выемке ставил… Потому что, ну, вот места мало… Они тоже получается… Бизнес-ланчи… На бизнес-ланчи смотришь… И вот такое ощущение, что в шаурмичную зашел… Ну, он такой ресторан такой… В ржавчине… Одно название, да? Вот… Это новый паркинг тоже сдается… Причем он… Здание пятиэтажное… Но паркинг на верхних трех этажах… А первые два этажа… Это… Коммерция… Да, торговый центр будет… Ну, это тоже плюс… Нужно же куда-то приходить, что-то покупать… Да… И это тоже разгрузит… Ну, парковочное место… Ну, да… Если кто-то купит… А сколько там места, не в курсе? По-моему, штук по 30 на каждом этаже… Нет, нет… Стоит сколько? А… Стоит… По-моему, 1700… 700 тысяч… Да… Ну, это не пиковские, да, дома… Есть мотоциклетные места за 250… А-а-а… Если у вас мини-машина… Нет, там совсем… Мотоцикл… Шаверма… Кофе… Кофе… Кстати, вот по этой стороне очень приятно идти, когда вы туда переходите в ДЦДС, это вообще тихий ужас… Поэтому, если я хожу, то хожу здесь… Ну, здесь приятно идти… Нормальная прогулочная зона… Ну, тоже та же тема с этими скамейками… Ну, да, да… Ну, здесь хотя бы урны нет, поэтому можно пройти… Ну, конечно, я не мешал бы… А если кто-то сядет… Я, кстати, не знаю… Это потом их поставили, либо они уже были… По-моему, это от застройщиков… От застройщиков, да… СДЭК… Здесь стройтовары… Вайлдберрис… Нет, конечно, там вот новый еще дом… Ну, еще да… Ну, там еще пока ничего нет… Ну, он еще, да, не сдан… То есть, начало променада… Дикси… Потом Магнит же здесь, да… Дикси… Магнит… А, пятерочка, по-моему, нету… Еще… Голодным не останешься… Понятно, что за одеждой придется в город ехать… Ну, да… Ухтамол… Наверное, ближайший… Там, на Ладожской… Июнь… Вкус венчать есть… Вон, прикольно… Вот, булочное кафе… Аптеки есть несколько штук… Аптека – это хорошо, она всегда нужна… Вот… Вот это вот, я говорю, ресторанчик «Ави пицца»… Там что-то для детей, детский магазин… О, даже есть ломбард… Свой ломбард есть… Он недавно открылся… Я обратил внимание, что в Янино теперь есть свой ломбард… Ломбард – это да… Как же в Янино без своего ломбарда… Я шутил, что еще не хватало публичного дома… И будет полный комплект… А может быть, он тоже есть, он не в курсе просто… Но рекламы не видно… Вывески нет… А, кстати, да, они пишут… Обычно на асфальте там… Ермолина… Еще одна… Салон красоты… Ногти, не ногти… Цветы… Белорусские продукты… По-моему, даже сейчас нет свободных… Пустующих… Коммерческих помещений… Да, вообще не пустой… Год назад было что-то… На первой линии… Было, да… Ну, потому что люди здесь… Они все ходят… Здесь же проезжает весь общественный транспорт… Здесь… У ЦДС… Смотрите, какое шикарное… Место по… Трехэтажное… Под выбор… Сму… Я вот всегда поражался… Зачем… Яндекс… Ваутберрис… 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 По-моему, даже парочка… По-моему, там… Мы подходили… Ваутберрис… Кстати, тоже живешь… Да, ты можешь и здесь выйти… И во двор выйти… Да, складные… Все подъезды складные… Вот вы говорили… Одежда… Белье… Одежда… Пожалуйста… Ну, это женский… А кто у нас одежду покупает? Вы не покупаете себе ничего… Я редко… Ну, понятно, что девушки более часто это делают… Я редко и оптом… Ну, я тоже не любитель по одежде ходить… Я даже джинсы, когда беру… Я их не мерю… Потому что знаю свой размер… И мне лень… Невские берега… Озон… Да, тортики… Кондитерская… Вот, Озончик… То есть, да… Аптека… Все, кто есть… Еще одна аптека… О-о-о-о, сравнение… Вот… Для выброса мусора… А здесь… От Янила… Подготовили под забор… И, соответственно, от ЦДС… Ну, блин, трындец… Вот, на самом деле, если бы они… На первом этаже там сделали… Вот, такие же коммерческие помещения… И нормальный поминат… Там тоже были бы люди… Там были бы люди, да… А так там коммерция, на самом деле… Единичная… Единичная… И вот, если что-то надо, да… Ты пойдешь туда… Вот, если чего-то нет здесь… Ну, вот, красное и белое уже есть… Разливное пиво тоже есть… Что еще нужно для жизни… Кафе есть… Ну, вот здесь Б… Ну, по-моему, тут все Бшечки… Ну, вот это одни из первых, да… Я бы слово не сказал… На Парнасе… Они все вот такие… Все такие, да… Знаете, как вот… Они из 90-х… Дома… Это что-то уже посовременное… Старый проект… А зачем делать новый… Трать деньги, когда у нас есть старый… Проверенный… Советский… Если при прочих равных по цене… Понятно, что… Там демпинговать… То есть, там люди, когда продают, допустим, квартиру… Они дешевле продают… Они дешевле продают… Да… Стоматология… Где есть стоматология… Ну, как бы, есть своя стоматология… Ну, это частная клиника… Да… Это все-таки не государственная… А… Зубной врач стоит денег… Инвитро… А, ну вот, а и пятерочка… Пятерочка… То есть, мы насчитали две дикси и одну пятерочку… И вот здесь, кстати, променад сделан хорошо… Он широченный… То есть, места на всех хватает… Никаких скамеек… Ни скамеек… Нужно скамейку, поставьте ее вон там… Да-да-да, согласен… Тут пятерочка себе может летнюю веранду… Летнее кафе… Я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем они вот… Огородили это пространство… Для чего… Чтобы что… Пятерочки виднее… Может, они предполагали, что у них там коляски будут стоять… Это у них бассейн… Да-да-да… Разве что так… Разводить какую-нибудь живность… А потом продавать головастиков или пиявок… Ну, в принципе, это все Янино… Вот туда, если выйти там дальше… Что там… Макдональдс был… Кто-то еще там был… Да, который сейчас… Вкусная точка… Там торговый центр большой… Он еще заполняется… Там не полностью заполнится… Но там есть фитнес-клуб… И вот стадион вон там… И все… Ну… А старая… Ну и получается, что… Старая Янина в той части находится… В ту сторону города… Да… То есть это мы уже пришли к выезду, можно сказать… Ну да… В выходу Янина… Ну вот там Колтурское шоссе… Вот там… Ну тут вот с этой стороны еще пара кварталов… То есть вот этот квартальчик… А, один квартал… Да… Ну и самые первые дома, которые они здесь строили… Ну вот это вот они… Да… Можно, кстати, тоже через них пройти… Чтобы на контрасту посмотреть… Да… Пойдем сюда покажем… Как изменилось панельное домостроение… С чего начинали и чем уже сейчас… Тихо… Как сейчас строят… Сейчас… Секунду… Разберусь… Подождите… Я сам не понял… А… Вот это… Вот она наверно… Сейчас попробуем еще раз… Жмите… Нет… Вот так… Есть… Да… Специфика тут своя… Ну, кстати, тоже неплохой двор… Хотя деревья, понимаешь, что сажали совсем маленькие… Потому что они практически тут не выросли… Ну да… Это на квартал лет восемь-десять… Ну да… Столы убогие теннисные… Ну, такие, да… Чтобы было… Чтобы было… Ну, а между домами зато расстояние такое нормальное… Два променадика здесь… Побегать, попрыгать… Так… Одесская площадка-то где? А… Не предусмотрено проектом, похоже… Кстати, да… Или вот туда ее только вынесли… Типа она для всех… Ну, снаружи получается, вообще… И, соответственно, на первых этажах вот такие террасы… Ну… Я не знаю… Я бы вот первый этаж здесь купил бы с большим только дисконтом… Потому что… Видно, что мало тут у кого-то что-то есть… Ну, может быть, поуносили… Бесполезная терраса… Террасы большие… Бестолковые… Что на ней делать? А, кстати, здесь… Обратите внимание… Это от застройщика что есть… Болен… Забыл, как эта штука называется… В ресторанах еще вот так ее вытягиваешь… И ты под навесом… Ну да… На весик… Забыл, как эта штука называется… Друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии… И вот они, да… Здесь самые первые дома, которые ЛСТ здесь построил… Вот откуда цвет пошел… На распродаже была просто плитка… Остатки… Красивый… Ага… Подожди… Здесь же… Идет… Пожалуйста… Не хватает, кстати, вот здесь на газоне… Вот мы вышли, да… Нам нужно туда… Вот как вот здесь… Вот здесь тропинка видна… Где люди ходят… Чтобы потом просто управляющая компания… Плиткой заложили бы асфальт… Ну, лучше плиточкой… Да, на самом деле, это хорошая тактика… Сначала сделать газон… Потом посмотреть, как люди вытопчут… Да, да, да… И потом в этом месте обустроить проходы… Потому что все равно… Люди оттуда будут срезать… Вот это вот явно диагональная такая дорожка… Да… Она нужна… Да… Ну, давайте вот сюда пройдем… Там, кстати, огромный двор… Большое расстояние между домами… Тоже такие кармашки сделаны под парковку… А вот с чего мы и начинали… Вот мы клап впереди… Ну, прикольно, что он малоэтажный… С разных сторон более высокие дома… Вот такой получается… В уютном месте… Как будто закрыт… Да, да, да… И там тихо спокойно… Ну, тоже елки уже какие здоровые вымахали… Да… Там такая пешеходная тоже зона… Общественная… Кроллер парку ведущая… Ну, площадки, я смотрю, пользуются спросом… То есть много детей… Много взрослых здесь бегать… Ну, так если мы выяснили, что в этом дворе нет детской площадки… Это понятно, что все дети… А все равно дети не будут каждый раз играть в своей площадке… Они будут… Эмигрировать по всему жилому комплексу… Ну… Слушайте, вот здесь, конечно, красота… Здесь что хорошо, что все эти дворы… Они, хоть и закрыты… Но для жильцов… Можно через управляющую компанию… И вообще запрограммировать на вход в любые дворы… И, соответственно, дети могут со своими ключами… Если у них это сделано… Могут перемещаться по всему кварталу… Большому… Ну, это хорошо… Ну, тоже видно… Ландшафтный дизайн… Большие елки… Камушка много… Газоны… Ну, приятно… Вот здесь идти приятно… И как раз торговому комплексу… Ну, вот это вот первая очередь… Они вот так вот выглядят… Ну, то есть, здесь расстояние-то между домами-то все-таки побольше… Да… То есть, не экономили так землю, как сейчас… Ну, если бы сильно экономили, делали бы высотки… То есть, те дворы… Просто там дома меньше… И они позволяют делать двор меньше… Ну, вот даже, кстати, да… Даже вот эти дома… По сравнению вот с этим… И вот у этих зданий… Вот у них какая-то расцветка… Вот у этой панельки… Где зеленый-желтый… Ну, блин, какая-то детская неожиданность… Понусные цветы… Ну, понусные, да… Вообще просто вот… То ли это выгорело так… То ли это изначально… Не, они изначально были такие блековые… Ну, вот на нее смотришь… Ну, блин, какая-то груз печали реально… Жизнь плохая… А с таким дизайном… Даже непонятно, в какие цвета вот покрасить… Было бы яркое… Мы бы сказали… А что это такое вот… Все бьет в глаза… А ляповато бы сказали… Хорошо… Вот слева дом… Да… Вот зелененький, коричневенький… Беленький… Уже симпатичнее смотрится… И плюс… Фасад такой структурированный идет… Неровный… Вот эти дома… Вроде пестрые… Уже не текстуры… Они приятные на ощупь… Такие вот здесь тоже… Плитка уже другого цвета… Знаете, что напоминает… Какая-то игра там… Квадратная… Дети в нее… Не Роблокс… В общем, они там ходят… Замки строят… Майнкрафт… Майнкрафт… Да… На Майнкрафт чем-то похоже… Есть такой, да? Нет? Я… Я тоже не играл… У меня просто сын там рубился в него… Вот похоже на него… Ну, вот они уже посимпотнее смотрятся… Хотя это тоже… Не сказать, что это какой-то… Эталон домостроения для меня лично… Ну да… У них еще там… Эти вот… Пандусики для… То есть нету… Безбарьерной среды… Кстати, не обратили внимание… Вот новых… Вот отсюда же видно, да… Трехэтажный… Нет безбарьерной вот этой среды… Трехэтажный… Подъемник… А первая очередь… Да… Ну вот… Не учились еще тогда… Не умели… Время понятно идет… И что проекты улучшаются… Они базу свою накапливают… И применяют… Ну вот здесь тоже… Ну вот там вот… Это обычная типовая советская застройка… То есть только сделано чуть-чуть поинтереснее… Вот они добавили… Плиточку разную… Какие-то декоративные элементы… Вот эти навесики добавили… Ну… Вот знаете… Если бы мы вот… Не знаю… В каком-то… Я помню… В Слуниме был… В Беларуси… Такой маленький провинциальный городок… И вот там что-то типа такого же… Ну вот там… Такой простенький… Но при этом со вкусом… То есть нет какого-то… Знаете… Вот если бы я сюда ходил… Мне было бы приятнее… Чем вот в эти… Желто-зеленые дома ходить… Домой… А здесь да… Здесь вот тоже такой… Причем… Сколько мы с вами шли… 10 минут дай бог… Да… Здесь можно насквозь… 10-15 минут… То есть ты можешь и в комплекс сюда пройти… Там походить… Там кофе… Пивточечка есть… Абсолютная шаговая доступность… В общем все есть… Даже бассейн я смотрю тут написано… Да-да… Финнес-клуб с бассейном… Финнес-клуб с бассейном… Круто… А вот он скайд-парк… Ну видно дети тут нормально рассекают… Родители стоят… Ну их всего в городе… Ну это как бы область считается… Но их даже в городе буквально считанные штуки… То есть это такая тоже… Ну немного… Техотажная… И вот этот такой в виде домиков… И одноэтажная… А за ним соответственно уже Колтушская трасса… Да… Сосны меня радуют… Меня радуют… Большие красивые сосны… Это круто… И то что вроде… Получается Янина такой мини-городок… Но свои торговые центры… Еще новая коммерция будет… И для жизни… Для вот… Каждодневной жизни здесь по мне всего достаточно… Я очень надеюсь, что расширение Колтушского шоссе поможет… С пробками… Потому что кстати люди отсюда начали эмигрировать… Из-за того, что постоянно стоят в пробках… Если ты не работаешь на удаленке… Если ты не айтишник… Конечно… И ездить нужно в час пик… Но это трендист… По два часа жизни терять в одну только сторону… Это конечно же зло… Хотя… Кстати… Метро Ладожская… Это здесь не так далеко… Ну без пробок… Если бы не пробка… 15 минут… Шикарно… То есть можно карш взять… За 15 минут ты бы доехал… Если бы пробок не было… Бросил… Сел на метро… Еще там 30 минут… И ты там… 50 минут жизни тратишь… В одну сторону… На дорогу… Хотя бы нормально… Всем… До свидания… Рад был… Себя показать… Иди посмотреть… Буду ждать себя на видео… Пишите в комментарии… Как вам друзья… Обзорная экскурсия… Друзья… Рад был вас всех видеть… Обязательно поставьте лайк… Не ставьте дизлайк… Подпишитесь на канал… И поделитесь ссылкой на это видео… А я с вами как обычно не прощаюсь… А говорю… До скорой встречи… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok